Привет и добро пожаловать в этот раздел. Мы переходим к основным понятиям Ansible. В этой лекции мы познакомимся со структурой конфигурационных файлов Ansible, которые называются Inventory. Ansible может одновременно работать с одной или несколькими системами в твоей инфраструктуре. В процессе работы он устанавливает подключение к этим системам. Это достигается через SSH в случае Linux или PowerShell с Windows Remote Management, если это Windows. И это то, что делает Ansible свободным от использования агента в управляемой им системе. Agentless значит, что тебе не нужно устанавливать никаких дополнительных приложений на целевых машинах, чтобы Ansible смог ими управлять. Простое SSH подключение. Все, что требуется Ansible. Одним из основных недостатков большинства других инструментов автоматизации и управления является то, что нам необходимо настраивать агент в целевых системах, прежде чем мы сможем начать полноценно управлять этими хастами. Но, как и всегда, в отсутствии агента есть и недостатки, а именно неосведомленность о состоянии управляемого узла до подключения к нему, что заставляет более тщательно составлять и тестировать Playbooks. Итак, информация о целевых системах располагается в инвентаре. Ты можешь создать свой новый инвентаре. По умолчанию Ansible использует тот, что лежит по адресу etc.ansible.hosts. Давай посмотрим на простой файл инвентаре. Он пишется в ини-формате. Это просто строки с записанными в них именами серверов, идущими друг за другом по строке на сервер. Также можно сгруппировать разные строки вместе, создав логические группы из хостов для совместной обработки Ansible. Для этого нужно написать название группы в квадратных скобках, как ты видишь сейчас, а ниже указать список серверов. Теперь строки с серверами, идущие за объявлением группы, будут относиться к этой группе. Все хосты, независимо от вхождения в какую-либо группу, по умолчанию входят в группу all. В файле можно иметь много групп. Что еще может быть в инвентаре? Например, у нас есть список серверов с цифрами от единицы до четырех. Но мне было бы удобно, чтобы для работы с ними Ansible использовал alias, псевдоним, вроде app для сервера приложений, db для сервера базы данных и так дальше. Я могу этого добиться, добавив такой alias для каждого сервера, начало его линии. А далее указать имя или адрес, на который этот псевдоним будет ссылаться с помощью параметра Ansible Host. Ansible Host это параметр inventory, который используется для указания полного доменного имени FQDN или IP адреса сервера. Кроме этих в инвентаре может быть много разных параметров. Вот некоторые из них Ansible Connection, Ansible Port, Ansible User, Ansible SSH Path. Параметр Ansible Connection говорит Ansible, как ему пробовать подключаться к этому хосту. Как мы говорили ранее, SSH используется для серверов с Linux, а WinRM для машин на базе Windows. Это то, как мы определяем настройки подключения к хостам Linux или Windows. Мы также можем указать здесь, что Ansible стоит работать с Local Hostом, установив параметр в Local. Если мы не хотим соединяться не с одним из удаленных хостов, мы можем оставить в инвентаре только Local Host и начать работать с ним. Это хороший способ знакомства с Ansible. Ansible Port определяет, на какой порт подключаться. По умолчанию это 22-й порт для SSH. Если тебе нужно его изменить, просто добавь параметр Ansible Port в строку нужного сервера. Ansible User отвечает за пользователя, под чьим именем будет установлено удаленное подключение. По умолчанию Root для Linux. И если требуется изменить, ты можешь переопределить его, как я показал. Ansible SSH Path устанавливает пароль для Secure Shell для Linux. Имея в виду, что в этом случае пароль будет храниться в обычном текстовом формате, что крайне не секьюрно. Лучшая практика использовать беспарольную межсерверную аутентификацию с помощью SSH ключей в своем продакшене или корпорейте. Мы сейчас в самом начале. Это курс для новичков. Поэтому я не буду уделять внимание работы Sensible с Security перспективы. Для начала наша цель освоить установку и понять основные возможности инструмента. Поэтому мы разбираем здесь самый простой вариант настройки с помощью имени пользователя и пароля. В отсутствие опыта Sensible очень легко застрять в траблишутинге проблем с безопасностью и потерять интерес к обучению. Единственное, о чем я здесь хочу упомянуть, что для работы с секретами в Ansible есть специальный инструмент, известный как Vault. Ты можешь посмотреть про него в документации. Для реализации сложной логики подключений группы можно объединять в другие группы. Например, у нас есть группа внутрикорпоративной почты Mail Internal и почтовый сервер внешнего домена Mail External. Мы можем объединить эти группы в одну группу Mail All. И вы выполнять задачи на обеих серверах тогда, когда нам это потребуется. Синтаксис определения таких групп, двоеточие и слово Children. Как ты видишь на экране. Прежде чем закончить, я бы хотел тебе показать самый простой инвентарь, с которого тебе можно начать играть Sensible локально. Впереди тебя ждет лабораторная, где ты попрактикуешься с инвентарь файлами. А далее будет демо. Это все в этой лекции. Увидимся в следующей. Субтитры создавал DimaTorzok